Здравствуйте. Вы бригада? Слаженная, дружная, профессиональная, ответственная? Именно такая. Такие люди нам нужны. Здравствуйте. Покажете, да? Чем отличается укомплектованность вертолета санавиации от Риана Мобиля, губернатор Дмитрий Азаров приехал увидеть лично. Теперь случаев счастливого спасения людей в регионе станет больше. На помощь врачам пришла современная техника, оснащенная, по самому последнему слову, медицинской науке. Перед сотрудниками, которые работали на первом вылете, стояла задача доставить тяжелобольного мужчину из Сызрани. У пациента диагностировали двустороннюю пневмонию. По пробкам дорога в Самару могла занять до шести часов, но на вертолете пациента домчали за полтора. Все это время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, преимущество тем, что мы выполняем рейсы, то есть прямо, то есть не по дорогам. Скорость 230-220 км в час крейсерская, то есть которая обеспечивает безопасную перевозку пассажиров. Ну, также по дорогам иногда бывают плохие дороги, возможно, то, что трясет. На вертолете можно все выполнять безопасно, ну, для тяжелобольных. Дислоцироваться вертолет будет в аэропорту Безымянка. Как только поступает сигнал, на борт загружается бригада. Тем временем летчик получает разрешение на полет. Все это занимает не более часа. После чего вертолет вылетает туда, откуда нужно забрать пациента. Площадки по области определены. Но борт может приземлиться и в чистом поле. Для этого ему достаточно площадки 10 на 10 метров. Без дозаправки вертолет может находиться в воздухе до 4 часов. Этого более чем достаточно для того, чтобы охватить весь регион. Для нужд санавиации используется модифицированный Ми-8, оснащенный более мощными двигателями и увеличенный грузоподъемностью до 13 тонн. В вертолете находится самый главный инструмент анестезиолога-аниматолога. Это аппарат ИВЛ экспертного класса с различными режимами ИВЛ. Далее находится многофункциональный монитор, который может проводить отслеживание функций витальных, таких как частота сердечных сокращений, сатурация крови, давление. Также он оснащен аппаратом дефибрилляции, автоматическим и ручным. В принципе, для анестезиолога-аниматолога это самые основные инструменты, которые требуются для перевозки пациента. В первую очередь вертолет будет обслуживать отдаленные районы губернии, такие как Большая Черниговка, Похвестнево-Сергиевск, Клявлино-Шантала. Он пришел на помощь 19 реаномобилям, которые ежедневно несут дежурство на территории губернии. Чаще всего экстренная помощь требуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, в ситуациях, когда необходимо вмешательство таракальных или сосудистых хирургов, при спасении новорожденных, а также в случае аварий, когда дороги скованы пробками, а пострадавшим нужна быстрая помощь реаниматологов. Служба санавиации в регионе возобновилась впервые за 37 лет благодаря системной работе губернатора. За последние три года произошли существенные перемены в региональной системе здравоохранения. На 90% обновлен парк скорых, почти на 100% реаномобилей. Строятся современные офисы врачей общей практики. Что касается пациента, ставшего первым пассажиром вертолета, то сейчас он находится под наблюдением врачей областной больницы в многопрофильном стационаре. Виктория Шарая, События.